МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таковы данные приводит Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Как улучшить благосостояние выпускников-дипломников? И как российские абитуриенты штурмуют приемные комиссии? Об этом наша последняя в этом сезоне программа. Здравствуйте, таковы итоги недели. И о главном сегодня. Большой и щедрый подарок не только учителям, но и детям, и всей республике. Повысить квалификацию. Как обновился Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов? Есть вот эта небольшая конверсия, небольшой процент ребят, которые уже с детства понимают, что они хотят чего-то большего. Стартап в качестве диплома. Какие проекты студентов КФУ стали дипломными работами и уже приносят прибыль владельцам? Казанский федеральный университет в этом году планирует принять на все программы обучения, начиная от СПО, заканчивая программами аспирантуры, более 15 тысяч абитуриентов. Правильный выбор. Почему российские абитуриенты выбирают Казанский федеральный университет? Эта птица, которая у меня на руке, это еще птенец. Она еще не умеет летать. Возвращение соколов-балабанов. Как в Татарстане пытаются вернуть в живую природу редкий вид птиц? Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КФУ посетил Раист Татарстана Рустам Миниханов. В рамках года педагога и наставника центр был модернизирован и получил обновленную базу. Центр создан в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего нацпроекта образования». Здесь есть все необходимые условия для профессионального развития педагогов. Ежегодно свою квалификацию повышают порядка 13 тысяч педагогов. В этом году руководство КФУ приняло решение модернизировать центр и обновить всю материально-техническую базу. В сопровождении ректора Казанского университета Линара Сафина Рустам Миниханов ознакомился с инфраструктурой центра после ремонта. Он пообщался с преподавателями, осмотрел кабинет читательской и финансовой грамотности, лекционный зал, посетил кабинет дошкольного образования, компьютерную аудиторию и кабинет естественно-научной грамотности. Занятия здесь проводятся в 14 комфортабельных аудиториях, оснащенных необходимым оборудованием. Есть 450 посадочных мест и даже 28 жилых комнат. В обучении используются эффективные технологии развития педагогов, диагностики их профессиональных затруднений. Применяется систематический анализ запросов на приобретение новых компетенций. Оказывается, помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов. Учителей математики мы обучаем с помощью преподавателей института математики, физики, с физиками, химиков, с учителем лекции. Это такой модель. Преподавательный состав такой солидный. Первые выпускники программы «Стартап как диплом» получили сертификаты. В качестве выпускной квалификационной работы они представили работающие бизнес-проекты. Эта программа новая. Ее цель – вовлечь студентов в предпринимательскую сферу, а заодно поддержать дело, находящееся на начальной стадии. Программа «Стартап как диплом» – это федеральная инициатива Министерства науки высшего образования России. В КФУ есть спецкурс, который учит студентов воплощать свои предпринимательские идеи. Первые выпускники этой программы – студенты трех институтов КФУ. И все они технической направленности. Половина ребят, защитивших дипломы в рамках проекта, уже имеют собственный бизнес. Выручка этих стартап-компаний составляет от полмиллиона до миллиона рублей в месяц. Какие проекты представили студенты КФУ и какие цели у выпускников в дальнейшем расскажет Эльвина Минобуддинова. Не просто выпускники. Они уже предприниматели. За их плечами – реальный опыт. Работа в команде, продажи, выручка и прибыль. Пока хочется побыть ребенком до четвертого курса, до пятого, шестого. Хочется попробовать себя в разных направлениях. И это нормально. У нас прекрасная есть возможность поучаствовать в студвесне, походить в студенческие научные кружки, изучить город, к примеру. Но есть вот эта небольшая конверсия, небольшой процент ребят, которые уже с детства понимают, что они хотят чего-то большего, что они нацелены на результат. И они готовы ради этого результата делать очень серьезные усилия. Стартап как диплом начал свою реализацию в прошлом году впервые. Десять тысяч студентов третьего курса стали ее участниками. Но до выпуска дошли немногие. Всего десять человек. Это четыре команды. Все потому, что защита диплома этих ребят отличалась от обычной. Их главная задача – не просто презентация теоретической работы, но и создание реального бизнес-проекта. Они имеют большую нагрузку, они выполняют гораздо больше работы, чем их сокурсники, которые делают простой теоретический диплом. Но они получают главный бонус. Они получают уже первый инструмент, первый опыт работы в реальных условиях. Поэтому те, кто пишет теоретические работы, скорее всего, у них будет чуть-чуть сложнее продвигаться по своей карьерной лестнице, но и в других вопросах. Эти ребята, они получили очень главный первый опыт. Они получили историю успеха. Историю успеха теперь имеют студенты и параллельно сотрудники лаборатории Digital Media Lab – институты информационных технологий. Их стартап-проект – виртуальная хирургическая операционная. Реализовывали его четыре студента. Их специальность – программная инженерия. Виртуальная хирургическая операционная – это комплекс из трех программ для VR-шлема. Предназначены программы для обучения виртуальной реальности. Учиться делать аппендоктомию, трахеостомию и декомпрессионную краниотомию студенты медицинских вузов и колледжей теперь смогут благодаря этому проекту. Мы пробовали на студентах, студенты приходили к нам. Я им надевал шлем, смотрел, как они реагируют на разные ситуации, которые возникают во время прохождения. Им очень нравится, достаточно быстро учатся. То есть мы постарались создать несложный геймплей, несложные ситуации. Управление достаточно простое, обучение в начале приложения. И все достаточно быстро. Человек, даже не имевший никакого раньше опыта с VR-ом, быстро схватывает и готов уже дальше обучаться. Аппендоктомия, трахеостомия, декомпрессионная краниотомия – операции сложные и требуют незамедлительных решений. Выпускникам, айтишникам пришлось работать над проектом не только технически, но и углубиться в медицину. Девять месяцев у нас ушло на разработку проекта. В начале было сложно, потому что это было для меня что-то новое абсолютно. Плюс это такая специфическая очень работа, потому что связана с медицинской сферой, где очень много разных новых терминов. Коагуляция, карнцанги. С технической точки зрения я бы не сказала, что это сложно. Но это просто опыт, который нарабатывался на протяжении всего учебного процесса. Поэтому технически реализовать это несложно. Сложность состояла как раз таки в том, что именно медицинская часть. И какое-то время нужно было привыкать именно к просмотру видеозаписей. Комплекс из трех разных операций – шейной, брюшной и головной отделы. Работа студентов проходила под контролем и содобрения медицинских экспертов. Проректора по биомедицинскому направлению, заместителя директора Института фундаментальной медицины, а также профессора-онколога. Первая ступенька к созданию бизнес-продукта, к выводу его на рынок, по-моему, это очень хороший вариант, поскольку ты сосредотачиваешься в течение года на том, чтобы завершить свой продукт и уже начать его продавать. В нашем случае с этим немножко сложнее, потому что у нас это не просто какой-то сайт, не просто какое-то там обучение чему-то. Это у нас комплекс, он большой, он достоверный. И чтобы начать продавать его, все-таки идет больше первичных шагов. Сегодня рынок VR-тренажеров только на начальной стадии своего активного развития внутри страны. И конкурентов на этом поприще еще мало. Цель участников проекта – внедрить VR-тренажер в обучение студентов. Наше приложение – это законченное приложение, то есть оно готово сейчас к продаже. Мы подписали договор с компанией Modum Lab, которая выступает дистрибьютором нашим. Они помогут нам позаботиться и о продажах, и они выставили наши продукты на свою платформу Modum Lab, с которой с помощью шлема виртуальной реальности можно туда закачать их лаунчер и скачивать наше приложение после покупки. Проект студентов одобрил и разрешил апробацию РАИС Республики Татарстан Рустам Мениханов. Тестирование пока пройдет в вузах и колледжах республики, а дальше возможен выход из-за территории региона. Сегодня участники проекта планируют сертифицировать комплекс. Это необходимо для того, чтобы выставлять проект на государственных торгах и проводить закупки. Вообще наша конечная цель, образовательный процесс – это все-таки, чтобы наши студенты были востребованы на рынке. А на наш взгляд, самая лучшая форма востребованности – это когда человек самозанятый, когда он сам определяет, чем ему заниматься, как ему заниматься, как делать это эффективно. А самое главное, чтобы в эту деятельность он получал как сначала моральное удовлетворение, а так и материальное удовлетворение, чтобы он мог содержать свою семью, содержать себя. Бежал, 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 получил медаль, получил красный диплом, а что дальше? И вот когда после этого накала страстей происходит соприкосновение с рынком труда, и ты видишь, что на Headhunter твои компетенции стоят, не знаю, 500 долларов, и этого не хватает для того, чтобы продолжать изучать город, участвовать в каких-то творческих активностях, у тебя происходит депрессия определенная. А ребята, которые проходят через стартап как диплом, у них этой депрессии нет, потому что они уже в этом темпе, год-полтора, и они уже создали себе рабочие места, они знают, что делать с этим дипломом. Он, по большому счету, становится красивой историей на полке, а их компетенции уже материализовались в финансовые результаты. По словам преподавателей, выпускники программы на защите диплома показали результат в разы выше остальных ребят. И неспроста. Участники программы учились проводить аудит, занимались на тренингах, вебинарах, вели занятия студентам действующие предприниматели. Сотрудники института управления, экономики и финансов, специалисты управления инновационного развития КФУ раз в неделю проводили встречи, где прорабатывали продукт, тестировали и выводили решения на рынок. Все время погружаются в это, как в некое любимое хобби. Результат совсем другой. Там за каждой цифрой, там не статья из Википедии, а там результат, который выстрадан, который бессонной ночи, слезы, уволенные сотрудники, найм новых людей. То есть это же очень серьезная школа жизни, когда студент в свои 17, 18, 19 лет берет человека на работу. Он говорит, я тебе обещаю, я тебе буду платить 50 тысяч рублей, мне нужно, чтобы ты сделал вот это, вот это, вот это. И человек, может быть, даже старше него, ему верит и идет за ним. Вот я это рассказываю, и это действительно как мурашки по коже. Ты веришь в это. Потому что в наше время, когда мы учились, может быть, в нулевых, в десятых годах, такого не было. У тебя не было возможности, не было инструментария для того, чтобы таким образом проявиться. К стандартному диплому участники получают вкладыш. Это сертификат. Он подтверждает обучение по программе «Стартап как диплом». С 2018 года в КФУ реализуется курс инновационной экономики и технологического предпринимательства. Его проходят студенты всех институтов. Учатся развивать бизнес мышления и создавать свои проекты. Тогда ребята и узнают о возможности на третьем курсе начать свой стартап и завершить обучение с готовым проектом. В этом пилотном году стартап-проекты защищали студенты трех институтов. В дальнейшем их число планируют расширять. Сегодня программа обучения «Стартап как диплом» ведется во многих ведущих вузах России. АКФУ вошел в тройку самых популярных вузов России среди абитуриентов по итогам первой недели работы суперсервиса поступления в вуз онлайн портала госуслуг. За первые семь дней приемной кампании около 75 тысяч абитуриентов подали более 200 тысяч заявлений по различным направлениям подготовки. Это второе по популярности место среди выпускников России. Количество поступающих через госуслуги в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Прием документов в высшие учебные заведения стартовал 20 июня. И сейчас у абитуриентов и вузов самая горячая пора. Ребятам надо успеть сделать правильный выбор. Подать документы приемным комиссиям, помочь с этим всем абитуриентам. На что обратить внимание? Напомнить о правилах поступления и как определяет свой главный выбор в жизни российские абитуриенты. Мы побеседуем сегодня с ответственным секретарем приемной комиссии Казанского федерального университета Александром Бибикан. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый день, Салават. Сегодня мы находимся в стенах приемной комиссии Казанского федерального университета. Расскажите, как идет процесс для начала. По сути, практически первые две недели прошло с начала приемной комиссии. Есть ли народ? В целом, в очном формате ребята все меньше и меньше выбирают процесс поступления. Мы получаем огромное количество заявлений через наши онлайн-сервисы, через систему «Буду студентом» либо через портал государственных услуг. Как вы правильно отметили в разговоре до нашего интервью, то, что Казанский федеральный университет сейчас стоит на втором месте по выбору через портал государственных услуг в целом по России после Ронхикса. Об этом как раз хотел поговорить. Понятно, наверное, что точную цифру сложно назвать, но все-таки в каком количестве людей идет? В целом, на портале государственных услуг на сегодняшний день выбрано уже более 21 тысячи заявлений, то есть это 21 тысяча заявлений, поданные через портал государственных услуг. В рамках Казанского федерального университета мы уже приближаемся к цифре 40 тысяч, но это обусловлено тем, что мы начали ранний прием для иностранных граждан, который начался уже с 1 марта. Граждане Российской Федерации, поступающие на программу магистратуры, тоже имели право подавать документы и тоже добавили свою лепту в эту цифру. А в целом в этом году о каком количестве абитуриентов и в формате приема, да, и в общем в России количество абитуриентов идет речь? В целом Казанский федеральный университет в этом году планирует принять на все программы обучения, начиная от СПО, заканчивая программами аспирантуры, более 15 тысяч абитуриентов. Если мы будем говорить о направлениях бакалавриата, специалитета и магистратуры, то это около 14 тысяч абитуриентов по направлениям в рамках бюджета Российской Федерации и на контрактной основе. Понятно, что уже заработали горячая линия, здесь идут консультации абитуриентов. С какими чаще всего вопросами обращаются к нам? В целом вопросы разнятся. Все зависит индивидуально от каждого абитуриента. У кого-то проблемы с результатами ЕГЭ, кто-то не добрал какие-то баллы по ЕГЭ и уточняет данные по минимально проходным баллам. Кто-то, наоборот, стал победителем Олимпиады всероссийского уровня и уточняет вопросы по поступлению в рамках безступительных испытаний с наивысшими баллами. Кого-то интересуют отдельные квоты, кого-то интересует особая квота. Кто-то интересуется по процессу поступления, кто-то интересуется по процессу заполнения сайта. Как мы с вами видим, приемное пространство сейчас не кипит. Очный прием на сегодняшний день практически сведен до минимума. Основной прием, как я уже обозначил, он ведется в онлайн-формате. Коллеги, которые обрабатывают заявления в онлайн-формате, они находятся не в зоне открытого приемного пространства. У нас в этом здании есть аудитории, где сидит технический секретариат в большем количестве, которые занимаются обработкой заявлений именно онлайн-формата. Ну и давайте еще раз проговорим, хоть и не раз уже об этом и говорили, да, через госуслуги, как мы подаем документы. И вот если мы все-таки решили приехать в Казань из другого региона посмотреть, пришли вот сюда. В целом, даже приехав в наше пространство для очной подачи документов, в любом случае мы вас будем ориентировать на подачу через нашу систему «Буду студентом», потому что Казанский федеральный университет уже второй год использует внутренний документ оборотов. В целом, Казанский федеральный университет идет путем электронной подачи в формате онлайн с применением электронной цифровой подписи внутри системы. И даже если абитуриент посетит очное пространство, его сориентируют подать документы. У нас есть зона свободного доступа к компьютеру с консультантами. Ему помогут заполнить анкету на сайте. И подписать свое заявление о приеме абитуриент сможет тоже в электронном формате. Бумажных документов мы никаких не требуем. И, соответственно, бумажных документов мы тоже не выдаем. Если, конечно, абитуриент не принес нам оригинал документа образования очно, мы выдаем только расписку. Если абитуриент подает документы через портал государственных услуг, он выбирает вузы, в рамках которых он планирует свое поступление. В рамках этих вузов он выбирает направление и подает общее заявление на поступление во все вузы одновременно. Это заявление попадает в нашу систему, также обрабатывается техническим секретариатом, доводится до статусов рассмотрения, участие в конкурсе. И уже потом абитуриент сможет прикрепить, не прикрепить, а подать оригинал документа об образовании, вернее, поставить отметку о том, что он предоставит оригинал документа об образовании через портал государственных услуг. Ну и в завершение, да, не знаю, хочу вот у вас спросить, есть ли какая-то специфика именно у этого приема, ну, кроме того, что у нас все-таки вот через портал государственных услуг очень много заявлений идет, или, в принципе, система пока вот в старом фарватере движется. Нет, система полностью изменена, мы всегда стараемся ориентировать наши процессы в welcome формат для самого абитуриента, чтобы была понятная и удобная подача документов и понятные прозрачные процессы. Особенности же этой приемной кампании и тот акцент, который должен сделать абитуриент в понимании в рамках поступления, это то, что в рамках выбора направления абитуриент должен расставить приоритеты при выборе тех или иных конкурсных групп. И согласно приоритетам ВУЗ будет рассматривать абитуриента в конкурсе. К этому процессу нужно подойти очень тщательно и не выбирать слишком большое количество, потому что ВУЗ может зачислить в не то направление, которое планирует обучаться абитуриент. Допустим, по четвертому приоритету, куда он не захочет идти, а, допустим, захочет, наоборот, пойти в рамках контрактного обучения, если он не прошел по конкурсу, на направление более высокого приоритета. И, соответственно, расставить таким образом, как он именно планирует зачисляться и обучаться в ВУЗе. Большое спасибо, ну и удачи нам всем. Спасибо. Восстановить численность краснокнижных соколов-балабанов помогают студенты Казанского университета. Ребята работают в качестве волонтеров. Они кормят птенцов, ведут журнал наблюдений и контролируют, как птицы адаптируются к окружающей среде. Так они проходят практику в первом центре по реинтродукции краснокнижных птиц, созданном в Камско-Устинском районе. Этот проект реализуется Министерством экологии Татарстана при поддержке компаний Сибур и Центра реабилитации хищных птиц Хоузан. Программа стала победителем грантового конкурса «Формулы хороших дел». Сокол-балабан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги и Международного союза охраны природы и России. Когда-то и в Татарстане обитали балабаны. Последний раз их наблюдали здесь 40 лет назад. Восстановить популяцию очень тяжело на разводимых птиц. Задача экологов и ученых. Кстати, в Камчатском крае проект, созданный правительством России, стал успешным. Может ли Татарстан надеяться на возвращение самых быстрых птиц в природе? Узнаем из репортажа, созданного совместно с Министерством экологии республики. Это сокол-балабан – самая быстрая хищная птица на планете. В 2004 году ее вид в России начал исчезать. Так она попала в Красные книги Международного союза охраны природы России и Татарстана. Последний раз гнездование сокола-балабана в республике зафиксировано в 1974 году на территории Камского устья. По словам орнитолога, причины исчезновения этих птиц до сих пор непонятны. Список причин, почему он редок, не вполне ясен. И вообще логике не подчиняется то, что такая птица редка. Он слишком хорош, чтобы быть редким. В этом году Министерство экологии Татарстана при грантовой поддержке Сибура и Центра Холлзен начали уникальный проект. Специалисты хотят восстановить численность популяции соколов-балабанов. Местом проведения исследования выбрано Камское устье. Ведь именно здесь раньше обитали эти птицы. Самих птенцов привезли из Подмосковья. Для них на территории поселка выстроили два искусственных гнезда. Они называются хэки. Это своеобразные домики, которые установлены на высоте трех метров от земли. Все для того, чтобы птенцов не съели лисы. Занимается проектом наш фонд имени Анатолия Ивановича Щеповских. На сегодня вот уже птенчики наши в начале июня прибыли в Камскустинский район. Их уже пересадили в искусственные гнезда хэки. Волонтеры их подкармливают, за ними наблюдают. И мы очень надеемся, что наши птенцы так и останутся здесь, жить у нас, как это и было в 1974 году. Иван Чеплашкин – потомственный сокольник. Любовь к хищным птицам ему привел отец. Поэтому для него участие в проекте – большая честь. Вместе с заведующим кафедрой биоэкологии Казанского федерального университета он собрал команду волонтеров. Их главная задача – помогать птицам выжить в дикой природе. Для этого они несколько раз в день занимаются подкормкой соколов-балабанов, ведут журнал наблюдений и контролируют адаптацию к окружающей среде. Со временем, на второй месяц адаптации хищных птиц, человек будет уже меньше участвовать в их жизни. Сейчас, на сегодняшний день, волонтеры каждый день кормят этих птиц. Наблюдают за ними, чтобы у них было достаточно корма, чтобы другие какие-то хищники на них не нападали. Перед заселением в Хэке птиц окольцевали. На их лапах кольца с номерами. Это необходимо ученым для отслеживания перемещений и гнездования птиц. Волонтерам и людям нельзя близко подходить к соколам. Ведь так они могут привыкнуть к человеку и стать ручными. А главная задача проекта – вырастить диких птиц. Кстати, сами ученые ударения в названии птиц делают иначе. По нему и можно определить орнитологов. Птицы человека пока что еще не очень боятся, потому что они еще растут. Даже вот эта птица, которая у меня на руке, это еще птенец. Она еще не умеет летать, несмотря на свои размеры внушительные. И птица не должна видеть человека, чтобы в дальнейшем не искать помощи от человека. Потому что если во время выращивания сокола-балобана, который находится в хэке, он будет видеть очень часто человека во взрослом состоянии, он может при какой-либо проблеме, чувство голода, может заставить его вернуться к человеку. А этого не должно быть. То есть эта птица должна быть полностью самостоятельна. Первый выпуск птенцов состоялся 1 июня. Одна из птиц уже практически не возвращается в гнездо. К концу лета они все должны будут улететь. Соколята отправятся на зимовку в теплые края, но весной должны прилететь обратно. И тогда появится надежда на настоящее возвращение редчайших птиц в родные края в Татарстан. Аделина Абдрахманова, Эльвира Замалединова, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Храм науки и образования – это и центр воспитания подрастающих поколений. Лучшие в молодежной политике. Чем отметилась молодежка КФУ в этом учебном году? Интересные материалы о державине хранятся и в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета. Памятник несокрушимой времени. Почему в Татарстане так чтят память о Гаврииле Державине? Аспирант КФУ впервые стал чемпионом мира по борьбе Крыш. Аспирант Набережно-Челнинского института 27-летний Ранис Гелезиддинов впервые в карьере завоевал звание чемпиона мира по борьбе Крыш. Финал турнира проходил в селе Мингер Сабинского района Татарстана. На него съехались более 200 спортсменов из 27 стран мира. Ранис Гелезиддинов, чья весовая категория 130 килограммов, в финале одержал победу в поединке с борцом из Азербайджана Джамалом Физиевом. А ведь татарстанский спортсмен за неделю до соревнований получил серьезную травму. На одном из поединков на Сабантуе Батыр получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу скорой помощи. Но после выписки все равно принял решение выступить на чемпионате мира. Это было его мечтой. И он ее достиг. Награду челнинец получил золотую медаль, диплом и денежный приз. О других событиях из жизни университета и республики расскажем в дайджесте. Ректор КФУ Ленар Сафин провел очередное заседание ученого совета. На нем прошли выборы заведующих кафедр сразу нескольких институтов. Также состоялся конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава присвоения ученых званий. Кроме того, члены совета обсудили реализацию политики интернационализации в 2023 году и утвердили план мероприятий по организации и проведению Казанского международного лингвистического саммита «Современная лингвистика. Ключ к диалогу». Ученые КФУ стали академиками и член-корреспондентами Академии наук Республики Татарстан. Так звание академика получили проректор Андрей Киасов, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Айрат Сиддиков, профессор Ленар Тагиров, старший научный сотрудник Ильфан Бекмаев и профессор-консультант Митхат Фарукшин. Студенты и сотрудники КФУ отмечены наградами в сфере молодежной политики. Торжественная церемония их вручения состоялась в Униксе. Так молодежка подвела итоги работы в уходящем учебном году. Среди достижений ребят – победа Ассоциации деревни-универсиады на конкурсе студенческих советов, проведение программы для старост академических групп, высокие результаты студентов на всероссийских и федеральных конкурсах. Храм науки и образования – это и центр воспитания подрастающего поколения, где формируется личность человека. И в этом смысле то, что вы делаете, вы делаете благое, великолепное дело. Почти половина россиян, 48% считают, что люди в России доверяют друг другу. Чуть меньше респондентов, 44%, что не доверяют. В ЦИОМ опросил сограждан о фундаменте межличностных отношений – доверие. Это один из ключевых показателей здоровья и благополучия общества. Высокий уровень доверия способствует развитию экономики, повышению качества жизни граждан и укреплению демократических институтов. Его дефицит провоцирует финансовые кризисы, усиление социальной напряженности, неравенства. Главными драйверами доверия в представлениях россиян стали честность и искренность. Главные барьеры – ложь и лицемерие. А кому доверяете вы? В освещении наиболее интересных новостей, которые взволновали пользователей и зрителей на этой неделе, я, например, доверяю своему соведущему Леониду Толчинскому. И снова с вами «Смотрите сами». Немного истории. В 1979 году в Мексике был снят сериал, который спустя 12 лет в 91-м буквально порвал российского зрителя. Назывался он «Богатые тоже плачут». Год. Представьте, ровно год, по несколько раз в неделю народ залипал на этом сериале, буквально боясь пропустить хоть одну из 248 серий. И вот спустя 32 года, когда мир изменился до неузнаваемости, а имя некогда национальной героини Латинской Америки и России Вероники Кастро, сыгравшей главную роль в том сериале, все изрядно подзабыли, оказалось, что «Богатые» не только плачут, но еще и дерутся. Причем по законам нового времени человечество становится созерцателем интерактивного сериала на эту тему. Миллиардер Марк Цукерберг решил подраться с Илоном Маском. Нет, не образно, не в любимой ими цифровой среде онлайн, а так совсем по-настоящему контактно. Поводом стал пост в Твиттере, где обсуждалось то, что Цукерберг создаст свой ответ Твиттеру продукт под названием Трэдс. На этот пост пришел Илон Маск и заявил, что землянь прям ну очень горят желанием залезть под пяту Цукера. Пользователи предупредили его, что не стоит так говорить вообще-то, Марк сейчас практикует джиу-джитсу. На что Илон сообщил, что «я готов драться с ним в клетке», намекая на мои бесправил. Скорее всего, Илон Маск пошутил. Но вот кто не пошутил, так это Марк Цукерберг, который разместил сообщение, цитирую, «Пришли мне адрес». Илон Маск в ответ адрес обозначил «восьмиугольник в Вегасе». И пошутил про свой коронный прием тюлень, который заключается в том, что он ложится на противника и придавливает его своим весом. Тут стоит пояснить, что Цукерберг в последнее время действительно подсел на джиу-джитсу и даже выиграл серебряную медаль на чемпионате в мае этого года. Также он завершил тренировку по кроссфиту «Марф Челлендж» за 40 минут, которая включает в себя бег на одну милю, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний и еще бег на одну милю. Цукербергу, так, для информации, 39 лет, а Маску 51. При этом Маск выглядит, простите, как тот батя после опохмела, а Марк подтянутый стройн, как работоспособный, человекоподобный андроид. Виртуальный мордобой стремительно стал приближаться к реальному. Мама Маска Мэй решила перевести ситуацию в шутку и публично заявила, что бой отменяется. И даже предложила строптивым миллиардерам решить вопрос словесной дуэлью в креслах, находясь на расстоянии 4 фута друг от друга, и объявить победителем самого смешного в этой битве. Но Маск маму пока не слушает, типа сам уже взрослый, и уточнил место битвы. Римский колизей. История с боем Маской Цукерберга не отпускает и интернет. Уже есть веб-игра, где можно самому решить исход поединка, даже с мультиплеером. На самом деле это урезанная версия игры WrestleBros, но все равно получилось достаточно быстро. Главный минус игры – придется играть либо за Маска, либо за Цукерберга. Сети начали принимать и ставки на победу. Итак, на фоне кризиса в Кремниевой долине касательно легких денег и инвестиций, миллиардеры сделали удивительный выбор. Между битвами в судах или, например, в патентных службах, они решили сделать ставку на кулачные бои. Такое ощущение, что мы живем в плохом голливудском кино. Причем, глядя на сценарий битвы миллиардеров, как-то уже неудобно предъявлять претензии к сценаристам западного побережья. Мол, пишите плохие сценарии. Они уже никогда не переиграют в талантах реальную жизнь, которая пишет столь невероятные сюжеты. Ну и что особо интересно, этот жизненный сценарий полностью опровергает утверждение, что мир окончательно погружается в цифровую среду, сводя контакты людей к минимуму. Какой там? Если он авторы этой самой цифровой среды, в непростых для себя ситуациях живут по принципу, никакие высокие технологии не заменят людям драку за гаражами. Всем доброго! В чем ваш проект? Тема моего проекта – разработка эффективных противомикробных композиций для ветеринарии. Это такое сложное название, если говорить простым языком. Мы разрабатываем такие структуры, синтезируем соединения, которые обладают активностью в отношении бактерий и грибков. Как известно, бактерии и грибки вызывают ряд инфекционных заболеваний. До этого вы становились финалистом конкурса. Этот год был сложнее для вас или, наоборот, полегче? Не совсем верно. В прошлом году я принимал участие в этом конкурсе, но, к сожалению, финал не прошел. В этом году, немножко доработав проект, мне удалось выйти в финал и даже победить в нем. А почему вы вообще решили принять участие в конкурсе изначально и даже второй год подряд? Ну, за это спасибо нашим сотрудникам Химического института Ане Владимировне Гедманной. Она является заместителем директора по социальной и воспитательной работе, который как раз-таки посоветовал мне принять участие в этом конкурсе. Мотивировав тем, что почему бы и нет, вполне вероятно, мы выиграем. Получается, она была права, вы выиграли. Ну да, какая-то внутренняя чика, видимо, сработала в этом случае. Это, наверное, опыт. А как проходил конкурс, его этапы, ну и, собственно, подготовка? Можно разделить заявочную кампанию этого конкурса на несколько этапов. На первом этапе необходимо было подготовить заявку в онлайн-формате. Далее эта заявка оценивалась экспертной комиссией. И по результатам этой оценки уже было ясно, пройдет моя заявка в финал или нет. В финале происходила очная защита. Это каждый финалист выступал и презентовал свой проект в очном формате. А какие темы были представлены на конкурсе и кто был его участниками? Только ученые? На самом деле это очень широкий конкурс. Он направлен на выявление талантливых молодых людей в различных сферах. И социально-экономических, также в образовательной сфере. То есть на самом деле там принимали участие не только ученые, но еще и какие-то социальные деятели, педагоги. Вот вы наверняка следили за коллегами. Все-таки про сферы вы отметили. Какие работы были представлены? Ну, конкретно моей номинацией, у меня номинацией была «Большая технологическая разведка». Было очень много работ, посвященных информационным IT-технологиям. Также присутствовали работы, связанные с нефтеперерабатывающей отраслью. Например, одна интересная работа была связана с разработкой соединений, которые бы помогали устранять разливы нефти. Что дает победа в этом конкурсе? Победа в этом конкурсе на самом деле дает многое. Как минимум, организаторы конкурса обещают всячески информационно поддерживать финалистов и победителей. Ну, также в рамках этого конкурса предусмотрены своеобразные денежные премии. Расскажите о масштабе конкурса, о ваших впечатлениях о нем. Было ли время познакомиться с какими-то другими мероприятиями форума? К сожалению, большим запасом времени я не обладал. Однако даже в рамках одного дня, который я провел на форуме, удалось плодотворно его провести. Удалось посетить многие стенды, которые были представлены на данном форуме. Даже пообщаться с коллегами из сферы образования и науки. Давайте подробнее остановимся на вашей работе. Она посвящена теме борьбы с инфекционными заболеваниями в области ветеринарии. Также вы создатель инновационного эко-шампуня. Почему тема ветеринарии и экологии стала вашей научной областью изучения? Здесь важно отметить, что я продолжаю работу, деятельность моего научного руководителя, Галкина Ирина Васильевна, которая традиционно занималась разработкой структур эффективных именно в ветеринарии. Естественно, какая-то любовь к животным само собой присутствует. У меня и собака была, и конным спортом я увлекался. Поэтому животные в моей жизни огромную роль играют. Это, видимо, послужило выбору тематики исследований. А в какой стадии сейчас находится ваша разработка? На данный момент мы занимаемся очень усердно синтезом структур. Это фосфороорганические соединения, которые обладают антибактериальной и противогрибковой активностью. И совместно с микробиологами изучаем их эффективность в отношении патогенных, условно патогенных бактерий. А каковы, на ваш взгляд, сейчас самые главные проблемы у ученых, работающих в области ветеринарии? Ну, наверное, самим ветеринарам даже виднее, какие масштабные проблемы стоят. Но я со стороны, с позиции химика вижу, что, возможно, не хватает именно междисциплинарных каких-то проектов. Не хватает большей коммуникации между, скажем, химиками, биологами и ветеринарами. То есть побольше бы таких вот команд междисциплинарных у нас было. Мне кажется, это хорошая идея, руководителям можно взять на заметку. А какие еще проекты и исследования у вас в планах на будущее? Ну, на самом деле, планов всегда очень много, проектов очень много. Помимо того, что мы синтезируем исходные активные соединения, мы стараемся какую-то цель преследовать, придать им какую-то фармацевтическую композицию. Например, сейчас мы разрабатываем пропитку, которую можно было бы использовать, например, при ранении животных, которая обладала бы дезинфицирующими свойствами. Очень интересная работа. Желаем вам успехов и ждем от вас только хороших новостей. Большое спасибо. Большое спасибо. Гавриил Державин Он хоть и был дверянином, но бедным и никому неизвестным. Он всего добился сам, став не только великолепным поэтом, но и государственным деятелем. Во время службы в гвардии он отдал 10 лет на то, чтобы получить офицерский чин. Во время русско-турецкой войны на деньги Державина был закуплен хлеб для солдат. Он же восстановил первый в России толковый словарь. При работе над капитанской дочкой Пушкин во многом опирался на опубликованные воспоминания Гавриила Романовича. Это лишь небольшие факты из интересной жизни великого поэта и государственного деятеля. С его работами, сохранившимися в отделе редких книг научной библиотеки КФУ, познакомит Амир Ахтемов. Выдающийся русский поэт Гаврил Державин родился в Казанской губернии в семье небогатого офицера. В Казанской гимназии он изучил немецкий язык, пристрастился к черчению, а также увлекался музыкой. В 1754 году после смерти отца будущего поэта семья Державина переехала жить в Казань. А в 1758 году после открытия в Казани мужской гимназии Гаврила Державин и брат его Роман были приняты на казенный счет в число первого набора казанских гимназистов. В ней их обучали танцам, фехтованию, много времени отводилось с постановком различных спектаклей. Интересные материалы о Державине хранятся и в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета. Например, у нас в руках сочинение о Державине, подаренное Николаю Буличу в честь успешного окончания учебного года. Также у нас в руках второе сочинение сборных стихов, на котором стоит личный автограф Державина. С 1779 года писатель избирает свой собственный путь в литературе. До 1791 года он трудится в жанре оды, принесший ему наибольшую известность. Однако поэт не просто следует классицистическим образцам этого строгого жанра. Он его реформирует, полностью изменяя язык, который становится необыкновенно звучным, эмоциональным. Полностью изменил Державин и идейное содержание оды. Если ранее государственные интересы были превыше всего, то теперь творчество Державина вносится и личные, интимные откровения. В этом отношении он предвещал сентиментализм с его акцентом на эмоциональности и чувственности. В августе 1778 года Гавриил Романович приезжает в Казань, чтобы познакомить с матерью свою жену Екатерину Бастидон. Последний раз посетил Казань в 1784 году по пути в город Аланец. Но уже не застал свою старушку-мать в живых. Хотя родных у поэтов Казани не оставалось, город по-прежнему был дорог для него. До конца дней поэт сохранил любовь к родному Поволжью. В стихотворении «Арфа», написанном в 1789 году, 55-летний Державин высказывает горячее желание вновь увидеть родные места. Величавую Волгу и Каму. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный. И времени полет его не сокрушит». Лейтмотив строк вошел не только в именитое стихотворение Пушкина, но и стал девизом многих преобразований, которые происходили и происходят во все времена. Есть вечные ценности и есть то, что проходит. Это последняя программа в выходящем сезоне. Пусть ваше лето пройдет продуктивно и интересно. Всем мира и добра. До свидания.